Привет, друзья! Добро пожаловать на канал! В сегодняшнем видео вы увидите, как я буду раскрашивать присталы на этой картинке. Раскрашивать я буду карандашами Faber-Castell парикромосы и вы видите их номера на экране, а также буду использовать белую ручку Коска. Тем временем я буду отвечать на 20 вопросов калористу, которые вы знаете, уже широко так ходят по ютубу, все уже наши русскоязычные блогеры на эти вопросы ответили. Осталась только я. Ну что же, давайте не будем тюнуть время и приступим. Первый вопрос. Почему и когда вы начали раскрашивать? Я начала раскрашивать осенью 2015 года. Ну, начать, наверное, стоит с того, что я всю жизнь мечтала научиться рисовать, мечтала уметь рисовать, завидовала тем, кто это умеет, кто хорошо делает. Вот думаю, вот как жалко, что взрослым нельзя раскрашивать раскраски. И тут я узнала, что появились в продаже журналы Ашет Арктерапии, которым прилагались еще и карандашики. Меня это очень сильно порадовало. И, в общем, мое раскрашивание началось именно с этого. К тому же, нужно отметить то, что я начала раскрашивать из-за того, что у меня была тяжелая ситуация в жизни, у меня были проблемы с психологическим здоровьем. И раскрашивание было тем, что действительно помогло мне уйти от своих проблем, переключить свое внимание. И это хобби, которое действительно, можно сказать, спасло меня в определенный момент. Второй вопрос. Ваша первая раскраска? Ну, как я уже говорила, я начала раскрашивать с журналов Ашет Арктерапия. Но если говорить о книжках, то моей первой раскраской была раскраска Кототерапия издательства, если я не ошибаюсь, Эксмо. Качество было, ну, скажем так, ниже среднего этой раскраски. Там были такие стокового формата картинки. Но учитывая, что я только начинала красить, мне ужасно нравилось. Я даже специально вырезала оттуда картинки раскрашенные, сохраняла. Они у меня до сих пор лежат в папочке. Это моя первая раскраска. Я ее никогда не выкину, несмотря на то, что вряд ли еще когда-то буду раскрашивать то, что у меня с ней связаны такие вот ностальгические чувства. Третий вопрос. Сколько у вас завершенных раскрасок? Это несложный вопрос. Завершенных раскрасок у меня ноль. Тем не менее, я серьезно планирую закончить как минимум две. Это «Дневные грезы» Хана Карлсова. У меня английское издание «Day Dreams». На данный момент раскрашено где-то четверть книги. И круглую книгу «100 кретий с мандалами». Там у меня раскрашено 33 иллюстрации из 100. Четвертый вопрос. Любимая раскраска и почему она вам нравится? Моя любимая раскраска, собственно, как наверное, не сложно догадаться. Это та, которую я планирую закончить. Моя любимая раскраска – это «Дневные грезы» от Ханны Карлсова. Мне очень нравится англоязычное издание. Не уверена, британское оно или американское. Это была моя первая зарубежная раскраска, которую я заказала на Озон. Я была в диком восторге от ее качества, от того, что у нее тканевый корешок, от того, что бумага плотная и имеет такой естественный желтоватый оттенок. Мне нравятся иллюстрации. Они достаточно разнообразные. Их можно раскрашивать как в реализме, так и в антистресс-стиле или в иллюстраторском. В общем, как угодно. Также мне очень нравится раскраска с мандалами, которую я уже упоминала. Но это мандал, это немножечко другое. Я не буду о ней говорить. Но, наверное, среди обычных раскрасок вторая моя любимая раскраска. Это раскраска Эмили Лиды Халкоберг Сагалик или Перри Тейлс. Она еще называется на английском языке. У нее стиль иллюстрации немножечко похож на Ханин. Это тоже скандинавская, по-моему, даже шведская художница. Может быть, когда-нибудь и эту книжечку тоже закончу. У нее тоже очень хорошие качества бумаги. Мне нравится. Мне нравится ее сюжет. Такие милые и сказочные. Следующий вопрос. Это нелюбимая раскраска. Почему? Да, у меня есть нелюбимая раскраска. Это раскраска Дарри Сонг Найт Войдж. Я ее купила, потому что она мне безумно понравилась. В смысле изображения раскрашенных, которые я видела в интернете. Ну, когда я ее открыла, когда я начала листать, я поняла, что это раскрашивать, честно говоря, невозможно. Я, разумеется, знала по обзорам YouTube, что там много повторяющихся иллюстраций, таких вот паттерновых с узорами, которые достаточно скучны для меня. Но, честно, это была книжка, в которой я не знала, как подступиться. Я раскрасила в ней всего, по-моему, три страницы. Одну из них я раскрасила на хроме, взрываю в реализме, а третью я запорола. Вот. Потому что я пыталась не работать с акварелью. Акварелья ложилась плохо. Книжка у меня вся развалилась в процессе. А вообще главная претензия к этой книге у меня такая, что в ней нет баланса детализации. То есть есть либо очень большие пустые пространства, либо огромное нагромождение деталей. И как её раскрашивать, эту книжку, честно говоря, я категорически не знала. Это вот та книжка, которая у меня действительно есть. Потому что говорить о нелюбимых книжках, которых у меня нет, ну, даже и, в общем-то, смысла нет. Потому что у всех свой любимый стиль, свои любимые художники. И стилей художников очень много. Так что я вот говорю чисто о той книжке, которая у меня есть, и которая меня разочаровала уже в процессе, так сказать, обладания ей. Следующий вопрос. Любимый арт-материал. Мой любимый арт-материал, это, наверное, как вы уже заметили, цветные карандаши. Какие конкретно, я затрудняюсь ответить. Мне нравится одновременно и джота стильного. Потому что я с ними очень хорошо подружилась. Мне кажется, я им достаточно хорошо и уверенно владею. Меня, конечно, немножечко смущает и ограниченность палитры, и то, что они иногда бывают твердоваты, то, что они ломаются. Но в целом, они мне очень нравятся, и цена у меня их очень нравится. Одновременно с этим, для каких-то сложных работ, для реалистичных работ, я предпочитаю использовать фабрика стилполикрома, с которыми я раскрашиваю, и конкретно вот эти кристаллы, на которые вы сейчас смотрите. Единственное, я не до конца еще подружилась с этими карандашами, хотя использую их уже довольно давно. Немножечко смущает меня их зернистость, так как они ложатся, кривистость. К этому, наверное, надо привыкать, если это, конечно, мое. Но, по крайней мере, другие карандаши мне не нравятся настолько, насколько кто-то сильного и фабрика стилполикрома. Седьмой вопрос. Нелюбимый арт-материал? Ой, меня сейчас, наверное, все закидают воничьими носками, но мой нелюбимый арт-материал – это акварель. Как ни странно, русскоязычные колористы очень часто красят именно акварелью. Может быть, это связано вообще с художественной школой в России. Потому что, насколько я понимаю, в школе рисовали на уроках рисования только акварелью. Акварелью вообще ничем больше. Ну, и простым карандашом еще. Вот из цветных материалов была только акварель. И, наверное, вот это вот как-то диктует то, что ее надо использовать, то, что ее надо иметь, надо уметь ее пользоваться. Ну, жидкий материал – это вообще не мое. Я вот еле-еле справляюсь с акварельными карандашами и с маркерами. Я предпочитаю все сухенькое. Я чувствую себя в этом увереннее, потому что я в любой момент могу сделать паузу. Так что, да, акварель – мой нелюбимый арт-материал. Я даже больше скажу, мне не очень нравится, как она выглядит. Особенно мне не нравится акварель с грануляцией. Я понимаю, что это модно, что это такой интересный эффект. Но мне категорически не нравится. Люди, простите, пожалуйста, кто ее любит. Но это вот мое личное мнение. Мне этот эффект не нравится. Следующий вопрос. Каким цветовым сочетанием отдаете предпочтение любимый цвет? Ну, любимого цвета на данный момент у меня нет совершенно. Наверное, я отдаю предпочтение все-таки синему цвету, но это не точно. А что касается цветовых сочетаний, я очень внимательно подхожу к этому вопросу. То есть, я пользуюсь цветовым кругом, рассматриваю какие-то готовые палитры в интернете. То есть, для меня очень важно, чтобы сочетание цветов было гармоничным. Вообще, мое любимое сочетание цветов – это синий-бежевый или синий-коричневый. В том числе, оно наблюдается и в этой картинке, которую я сейчас раскрашу, если вы его увидите. Обратите внимание, что нижняя часть ракушки бежевая. Так, кристаллы у меня синие. Так что да, это определенно мое любимое цветовое сочетание. Зато у меня есть нелюбимый цвет, или по крайней мере, цвет, с которым я не очень умею работать – это розовый. Я в жизни его не очень привечаю, и в раскрасках использую достаточно редко. К желтой, прошу прощения, как розовый, так и фиолетовый. Не очень умею работать с этими цветами, к сожалению. Следующий вопрос. Что может вас раздражать во страшных готовых работах, своих и чужих? Ну, честно говоря, чужие работы я стараюсь особо не судить и не могу сказать, что у меня что-то конкретное в них может раздражать. Что касается своих готовых работ, больше всего меня, наверное, раздражает, когда я долго раскрашиваю работу, я в неё, так скажем, вкладываю время, усилия, мысли. Я долго, как правило, обдумываю работу, которую я раскрашиваю. И в конце, в самый последний момент, я что-нибудь порчу, какой-нибудь деталью. Я могу, например, случайно чиркнуть карандашом, или сделать какой-то адский неудачный фон, или там полениться, сделать плохую штриховку, то есть наложение карандашей полениться, делать тонкими слоями, у меня там пол составляет. То есть больше всего меня раздражает, когда я порчу очень хорошую, почти готовую картину. Десятый вопрос. Что вам не нравится в раскрасках вообще? Концептуально, по качеству, по рисовке и так далее? Ну, насколько я понимаю этот вопрос, то есть что мне не нравится в раскрасках, из-за чего я раскраску могу не купить? Ну, в первую очередь, я придирчива бумаги, разумеется. Ну, вот, на такой бумаге, которую я называю туалетная, на которой выходили первые книги Хангарсона, ой, прошу прощения, Джоанна Басов, что у нас в России такой вот коричневый, с вкраплениями, какой-то вот рассыпающийся. Вот это вот я терпеть немного могу. Плюс я не люблю толстые линии в раскрасках. Особенно я не люблю даже не толстые линии, а раскраски, нарисованные широким пюром. Ну, я надеюсь, вы понимаете, о чем это говорится, то есть широкой кистью. Когда есть штрихи и линии такие вот, ну, действительно очень толстые, а есть более тонкие. Вот эти вот как кисти штрихи видны, и, не знаю, мне отлично отражает, и не нравится. Что мне еще не нравится? Мне не нравятся раскраски в стиле сток, так сказать, когда, например, берется картинка, какая-то фотография, просто обводить через копирку, это все называется раскраски. Но мне кажется, это просто нехорошо так делать. Я не знаю, есть ли спрос на такие раскраски, наверняка есть. Я, честно говоря, не понимаю, кто покупает. В общем, если коротко, я люблю качественные раскраски с качественными иллюстрациями. Если картинка более-менее симметричная, я предпочитаю, чтобы она была не отзеркальной на компьютере, а все-таки нарисована от руки. Вот такой момент еще. Следующий, одиннадцатый вопрос. Является ли раскрашивание вашим основным хобби, или вы занимаетесь этим дополнительным? Такое хобби основное. Да, раскрашивание – это мое основное хобби. Но у меня есть и другие. Пример, я люблю готовить. У меня когда-то даже был свой культурный блог. Пожалуйста, ссылку не просите. Это было очень давно, я очень стесняюсь. Поэтому не дам ссылку. Еще мне нравится алмазная мозаика. Или алмазная вышивка, она еще называется. Если вы посмотрите сторис у меня в инстаграме, то увидите, что я занималась еще точечной росписью. Вообще, я люблю различные виды рукоделия. Если не конкретно им заниматься, то хотя бы пробовать. Следующий вопрос. Какие раскраски вы бы хотели еще приобрести? Честно говоря, я здесь на днях пересчитала, ну, примерно на вскидочку коллекцию своих раскрасок. Поняла, что мне пока никаких, наверное, не надо. Единственное, что я стараюсь покупать книги Ханны Карлсон просто для коллекции. И поскольку ее последнюю книжку «Полоночный маскарад» или как она называется, я вряд ли буду раскрашивать. Я жду ее выхода на русском языке. Мне качество и не важно. Мне просто главное, чтобы она у меня была в каком-то виде. Ну, то есть как кажется. Тринадцатый вопрос. Какая раскраска вам нужна, но ее еще не нарисовали? Честно говоря, у меня такое ощущение, что если мне нужна какая-то раскраска, то я ее еще просто в магазине не нашла. Мне кажется, сейчас уже нарисовано вообще все, что можно. Что только можно быть. Поэтому не могу сказать, что мне что-то в раскрасках не хватает. Мне все хватает. Мне все нравится. Нет, только раскраски, которые я могла бы что-то от себя придумать оригинально. Четырнадцатый вопрос. Что больше всего нравится красить? Я думаю, что больше всего мне нравится красить предметы. Какие-то натюрморты. Какие-то вот кристаллики, камушки, золото, бутылочки, веточки. Ну, действительно предметы. Как скажем, неживот, природа что-то. Пятнадцатый вопрос. Что не нравится красить, соответственно. Честно говоря, мне не нравится красить портреты. Ну, вот, ну, не люблю. Не могу сказать, что мне это не получается. Мне это как-то так очень тяжело дается. Ну, вот мне очень мне нравится. Портрет красить не мое. Еще я не люблю красить цветочки-листики. Здесь меня еще немножечко огорчает, что цветочки-листики у меня очень плохо получаются в реализме. Они получаются нереалистичные. Но, может быть, это из-за того, что мне не хочется их раскрашить. Я как-то меньше над ними работаю. Еще есть два момента, которые я не люблю раскрашивать. Это, да, вот еще забыла сказать, я люблю раскрашивать животных. Я не люблю раскрашивать птичек и рыбок. Не знаю почему. Ну, вот, вот так. Шестнадцатый вопрос. Что вам ближе? Раскрашивание антистресс или раскрашивание сюжетов? Честно говоря, этот вопрос немножечко мутный для меня. Что значит сюжет? Что значит раскрашивание антистресс? Ну, видимо, мне нравится раскрашивание сюжетов. Если я люблю раскрашивать реализм. Видимо, это считается сюжетами. Но в целом я также очень люблю раскрашивать мандалы. Это прям, ну, мое спасение в моменты стресса и усталости. Но я раскрашиваю не только в реализме. Мне также нравится просто делать какие-то необычные яркие картинки. Я не знаю, как это стиль называется. Может быть, он или спратор стиль называется. Еще как. Но, разумеется, я не крашу антистресс. Так что вот прям одно поле одним цветом заливаю. С другой стороны, мне не нравятся какие-то очень сложные сюжетные картинки. Там вот, например, там в книжках по фильмам, по каким-то, по книгам. Вообще не люблю. В картинках много смысла. Мне кажется, это немножечко не для раскрасок. Это для обычного рисования. Семнадцатый вопрос. Как менялись ваши предпочтения в раскрашивании? С момента, когда вы только начинали, до сегодняшнего дня? Я даже не знаю. Честно говоря, не могу сказать, что они как-то вообще менялись. Единственное, что я вначале страшно боялась раскрашивать людей и животных. Сейчас я уже не так боюсь. А предпочтения не изменились. Я также люблю мандалы, с которых я начинала. Я также люблю мотивомортики и природу. В общем-то, никакой ситуации особо-то и не изменились. Почтение. Восемнадцатый вопрос. Раскрашиваете ли вы с кем-то? Участвуете ли в марафонах? Ну, с кем-то в паре я не раскрашиваю и никогда не раскрашивала. Хотя у меня раскрашивает моя мама. И, возможно, мы с ней когда-нибудь на двоих делаем такой между собой. Раскрасим картинку одну вдвоем. Ну, я имею в виду каждый по отдельности, но выложим их вместе. Что касается марафонов. Я очень часто участвую в марафонах в инстаграме. Но, правда, в марафонах, встроенных нейроскоязычными участниками, они называются Color Long. Да? Color Long. Мне это слово, честно говоря, нравится гораздо больше, чем слово марафон. Color Long – это значит раскрашивание вместе. А марафон – это когда куча людей с языком на плечо куда-то бежит и старается куда-то успеть, пробежать как можно больше. Вот это вот, честно говоря, мне просто слово не нравится. Хотя, мне кажется, это характерно вообще для русских людей. Даже занимаясь хобби, убийца умереть ради результата, ради какого-то рекорда. И вообще, смерть на работе – это же благородная смерть. Даже если на работе – это хобби. В общем, мне одновременно не нравится и веселит это слово марафон. Тем не менее, да, я еще участвую в марафонах изредка в ВКонтакте. Но это бывает, все это очень редко. Девятнадцатый вопрос. Составляете ли вы планы в раскрашивании? Помогает ли это? Изредка, да, я составляю планы. Я составляю планы в каких случаях? Если я участвую в нескольких колоролонгах, ну или хорошо, в марафонах, и у каждого свои даты, мне обязательно нужно составить планчик, написать, когда какую работу надо закончить. Вот, собственно, и все. А так планировать, разумеется, это помогает, да, потому что все даты в голове удержать тяжело. Вот, двадцатый вопрос. Что вам нравится в раскрашивании у других? Вообще, мне очень нравится стиль реализма, не только в раскрашках, а вообще в рисовании. Мне нравится, когда люди создают реалистичные текстуры, или какие-то вот необычные эффекты в своих раскрасках, которые выглядят очень жизненно. Один из моих любимых колористов, это Катя Жонус Баевна. Наверняка, вы ее знаете. Если вы не знаете, то я оставлю вам ссылочку на ее канал. Мне очень нравится, как Катя раскрашивает. Мне очень нравится в ее работах. Высокий контраст. Вот то, чему я училась, и до сих пор еще учусь. Это очень зрелищно, это очень реалистично, натуралистично выглядит. Катя один из моих действительно любимых колористов. Вот если вы посмотрите на ее работу, вот, наверное, в них есть все, что мне обычно нравится. Двадцать первый вопрос. Чему бы вы хотели научиться раскрашиванию? Я хотела бы продолжить работать над реализмом своих работ, над реалистичными текстурами. Хочу все еще поотрабатывать волосы и шерсть, которые мне до сих пор еще не очень-то хорошо даются. Хочу научиться раскрашивать течи перьи, водную гладь. Хочу научиться дорисовывать какие-то детали, например, облака на небе или песочек на пляже, который, например, подошел бы конкретно вот к этой картинке с ракушкой. Что еще? Ну, наверное, все. Единственное, может быть, еще хотела бы научиться держать в голове цветовой круг и подбирать палитры для своих работ уже без него, а составлять его в голове, но так, чтобы они были правильными. Следующий двадцать второй вопрос. Как вы относитесь к коллекциям раскрасок, а также к тому, что раскраски не начали? Покупаете ли вы раскраски в качестве артбуков или только те, что будете красить? Я спокойно отношусь к коллекциям раскрасок, так же, как и к коллекционированию вообще. Собственно, почему бы не коллекционировать раскраски? Люди коллекционируют изредка гораздо более странные, бесполезные вещи, а это хотя бы красиво. Их можно полистать, посмотреть красивые какие-то иллюстрации, которые вам нравятся. Да, я покупаю тоже раскраски, как я уже говорила, Хан Карлсон просто для коллекции. Здесь надо отметить, что у меня нет ее раскрасок с открытками и нет раскрасок сборников. Ну, просто они меня не интересуют. Покупаю ли я раскраски в качестве артбуков? Это сложный вопрос. Специально не покупаю, но получается так, что некоторые раскраски у меня остаются неначатыми. я их только листаю и наслаждаюсь. Например, эта раскраска Джозефа Кеттиэмбэнга, мифографика Imagine. Я так и не смогла пока к ней подступиться, но я сейчас, вернее, даже прям конкретно сегодня купила новый набор лайнеров. Может быть, с лайнерами как-то найду к ней подход, смогу ее раскрашивать. И также долгое время не раскрашенными и таким, так сказать, артбуком для меня были книги Канока и Гусы, потому что я страшно боялась их испортить. Но мне очень нравились эти зверики у нее, вот человекоподобные, милые. Но, тем не менее, да, я начала ее раскрашивать. Так, следующий вопрос, 23. Сколько работ в месяц вы раскрашиваете? Важно ли для вас количество работ? У меня бывает совершенно различная, так скажем, раскрашивательная продуктивность. Например, у меня бывает месяц, в который я раскрашу только одну картинку, еще одну начну. А бывает месяц, когда я раскрашиваю прям каждый день и по многу. У меня там до 10 раскрашенных работ бывает. Это зависит от моего настроения, это зависит от того, в каком стиле я раскрашиваю, что. Количество работ для меня в целом не важно. Для меня важно вообще поддерживать. Вот это хобби, продолжать раскрашивать, потому что для меня эта вещь вообще такая целебная. Если мне грустно, если мне плохо, если мне депрессия, если мне сложно, я раскрашиваю. Иногда я ленюсь, но я себя заставляю, мне становится лучше. Так что очень рекомендую тем, у кого проблемы с нервной системой или с тревожностью заниматься творчеством. Так что да, для меня важно, чтобы хотя бы что-то я раскрашивала, хотя бы мандалы, или даже я раскрашиваю иногда картинки по номерам и рисую по точкам. То есть хоть такое вот что-то делать, но делать и не залипать. Значит, четвертый вопрос. Сколько работ вы раскрасили за весь период увлечения? Я не думаю, что это вообще реально сейчас посчитать. Не знаю, больше ставят однозначно. Не знаю действительно, как их считать. Это я боюсь, у меня целый день уйдет, потому что у меня есть работа и в журналах, и в книгах, и на распечатках, и открытки. Какие-то что-то кому-то уже подарено. Какие-то книжки вообще выброшены, где я, например, раскрасила одну страничку. Поняла, что вообще книжка не моя, и я ее обращалась с ней. Так что очень много раскрасила. Очень много. Двадцать пятый вопрос. Как и где вы предпочитаете раскрашивать? Без чего не можете обойтись на рабочем месте. Я предпочитаю раскрашивать, как ни странно, перед телевизором на диване. Я кладу на колени подушку для ноутбука, сверху кладу раскраску, на журнальном столике перед собой раскладываю все свои инструменты. И прекрасно раскрашиваю. Единственное, если я хорошо красками или пастелью, и мне нужно что-то сложное дорисовать, я, разумеется, сажусь со стола. К вопросу о том, без чего я не могу обойтись на рабочем месте, это, скорее всего, порядок. У меня всегда все очень ровненько, аккуратненько разложено на столе. Не люблю, когда лежит куча, и вообще, когда я что-то не могу найти, меня это очень сильно раздражает. Не могу сказать, что я прям вообще пожиле такой аккуратистным. Потому что касаемо раскрашивания, мне ничего не должно раздражать. То есть, мне все должно мешать аккуратненько. Не то, что я прям, конечно, карандашки параллельно складываю. Но да, порядок для меня очень важный на рабочем месте. 26 вопрос. Что для вас важнее, красота и эстетика в работе или идейность и смысл? Ну, я этот вопрос уже немножечко затрагивала. Для меня важнее, разумеется, красота и эстетика. Идейность и смысл, мне кажется, это не про раскраски. Это про рисование. Я из-за этого немножечко не понимаю, когда в раскрасках картинки очень сильно переделывают, перерисовывают. Это тоже характерно для русскоязычных колористов. Это вот немножечко не мое. Я пробовала, но я не нахожу в этом ничего интересного для себя. Это опять же мое личное мнение. То есть, да, я за красоту и эстетику. Потому что, ну, даже если вы какую-то очень крутую идею вложили в свой рисунок, но исполнили его некрасиво, неэстетично, ну, его никто смотреть просто не будет. И все, ваше старание уйдет, мне кажется, никуда. Двадцать седьмой вопрос. Иллюстрация, которую вы мечтаете раскрасить. У меня есть иллюстрация, которую я мечтаю раскрасить. Мечтаю раскрасить ее уже давно. Это плакат. Вообще, он детский плакат по мультику Gravity Falls. Это такая своеобразная карта города Gravity Falls. Я боюсь к нему поступиться, чисто из-за того, что он большой. А так мне очень хочется когда-нибудь его раскрасить. Я когда-нибудь возьму себя в долг и начну вот там по одному объекту хотя бы месяц раскрашивать. Обязательно когда-нибудь на конце своей жизни хочу вот этот плакатик раскрасть. Двадцать восьмой вопрос. Есть ли у вас страх чистого листа? Как вы его преодолеваете, если есть? Вот здесь интересно. Когда я пробую рисовать что-то, у меня ужасный страх в белом листе. То есть, прям вот не знаю, как начать, что начать, где, что. Ну, в общем, собственно, на этом обычно издуваются все мои попытки что-то порисовать. Потому что, вот, да, белый лист меня пугает, пока не знаю, что с этим делать. Все касается раскрасок, я очень люблю начинать чистую страницу. Я, разумеется, сначала очень подробно все продумываю, как я буду делать, что. До двух дней у меня может уйти на планирование. Если это какая-то картинка, которая меня очень сильно вдохновляет, я могу там даже переживать из-за этого, там, ночами просыпаться, идти, там, что-то гуглить, какие-то картинки для референсов или что-то. Вот. Но мне очень нравится начинать первые штрихи на пустой, еще не раскрашенной странице. Они для меня самые важные и выставляют мне огромное удовольствие. Двадцать девятый, предпоследний вопрос. Как вы относитесь к критике? К критике я отношусь плохо. Я категорически не умею воспринимать критику и хоть как-то могу ее принять только от самых близких людей. Или от людей, которые для меня являются авторитетами в раскрашивании. То есть колористы, у которых мне очень нравится. И то, если критика выражена вежливым. В принципе, англоязычным. В сообществе вы можете очень редко сталкиваться с некорректной критикой, с критикой вообще. Там такое не практикуется. Вот у нас, да, когда я попала вообще в контакт, я немножечко обалдела. От этой всей критики, от того, как это все подается. Непонятно, зачем это делается. Видимо, рисунок самоутверждается за этот счет. Я никогда никого не критикую. Если мне что-то вот не нравится прям совсем, я чувствую, что я не могу это выразить так, чтобы человек не обиделся, я лучше помолчу. Вот. Если вы мне сейчас хотите сказать, что надо учиться воспринимать критику, не забывайте, это тоже критика, а мне это не нравится. Ну и последний, тридцатый вопрос. Что бы вы пожелали всем колористам? Разумеется, вдохновением. Новых книжек, новых материалов, развития в своем творчестве. А главное, ни с кем своей работой не сравнивать. Разве что только для того, чтобы чему-то научиться. Они никогда не стесняются в своих работах, не стесняются в творчестве. Такого, какое оно и есть. Оно всегда прекрасно. Творчество прекрасно всегда. Ну а тем временем я закончила раскрашивать кристаллы. Раскрашивала я их на основе туториала на ютюбе Лизы Митрохин. Я обязательно оставлю ссылку. Оставшуюся часть кристаллов на переднем плане я раскрасила на следующий день. Вот как это все выглядело. Спасибо большое за просмотр, друзья. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, послушать. До новых встреч. Счастливо!